Здравствуйте! Это программа в центре внимания. А что может быть главнее летом, нежели тематика отпусков и путешествий? Тем, кто предпочитает интересные маршруты и уникальные природные пейзажи, рекомендую остаться с нами. Дело в том, что моим собеседником станет директор Национального парка «Русская Арктика» Роман Вершов. Роман Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, круизный сезон стартовал 4 июня. Где смогут побывать те, кто выбрал своим маршрутом ее величество Арктику? Ну, вот в том круизе, который стартовал именно 4 маршрута, в первую очередь они смогут побывать на Северном полюсе. По пути, безусловно, они зайдут на архипелаг земля Франции Иосифа и произведут там порядка двух-трех высадок плановых. Что за судно и насколько все-таки разнообразна сама экспедиция? Ну, так как выход ранний и ледовая обстановка до сих пор в этот период серьезная, то судно — это атомный ледокол «50 лет победы», который способен дойти как до Северного полюса, так, естественно, и посетить проливы и острова Архипелага земля Франции Иосифа. Ну, каковы планы на туристический сезон Национального парка? Ну, в этом году планы достаточно обширные, да. У нас запланировано порядка 10 туристических рейсов в этом году. Это 7 рейсов на атомном ледоколе «50 лет победы» и планово 3 рейса, ну, так сказать, не экспериментальных, а первых рейсов с Архипелага Шпицберген напрямую на землю Франции Иосифа и обратно на Архипелаг Шпицберген. Это новый маршрут? Это абсолютно новый маршрут, и если он состоится у нас и будет опробирован успешно, то я считаю, что это будет достаточно большой прорыв в туризме этой архитической территории. А как вообще возникает направление, новые маршруты, кто их придумывает? Ну, на самом деле они рождаются методом проб и ошибок, все туристические маршруты, да. Тем более в Арктику, да? Конечно же, смотрится, во-первых, а, в первую очередь оценивается экологическая ситуация в Арктике, да, и маршруты планируются таким образом, чтобы ни в коем случае не навредить природным и культурным комплексам в Арктике. Дальше смотрится все-таки рынок и спрос на то, что все-таки хотят больше посмотреть туристы. Они хотят посмотреть животный мир, значит, они хотят посмотреть пейзажи, они хотят посмотреть льды, либо они хотят посмотреть историко-культурное наследие. И, исходя из этого, уже ориентируемся и составляем определенные маршруты. То есть, побывав один раз в Арктике, вот на одном маршруте, судя по всему, стоит побывать и второй раз в Арктике? Безусловно, безусловно, одного раза всегда мало, вот, и большинство туристов, которые бывают хотя бы раз, им вот хочется, хочется побывать там еще раз. Ну, это я, собственно, вот, канавитику проводил. Не случайно я заделал эту тему, затронул эту тему, потому что хочу спросить, вот, все-таки, каковы перспективы именно арктического туризма, да, все-таки это не в Турции здесь, что называется, да? Ну, безусловно, как мы и ставили задачи, что туризм должен быть все-таки становиться арктически немножко более доступным, да, если мы говорим про рейсы, которые идут на Северный полюс и заходят на арктические острова, вот, это достаточно очень дорогостоящие рейсы. Это рейсы на Атоном-Ледоколе, у них большие перегоны от Мурманска до земли Франции Иосифа и обратно, вот, и поэтому стоимость, она в интернете доступна от 25 тысяч долларов. Вот, это очень дорогая стоимость, в принципе, вот, а поэтому, конечно же, логически, если мы просто посмотрим даже на карту, мы увидим, что если мы выйдем со Шпицбергена и пойдем напрямую на землю Франции Иосифа и вернемся обратно в Шпицберген, то у нас сразу же экономится количество суда-суток, соответственно... То есть меньше морских миль? Конечно же, меньше морских миль, меньше цена, меньше суток во время перехода и большее количество суток во время непосредственно самого посещения арктических островов. Интересная специфика, вы не сутками, как в той же Турции меряете, да, вы меряете морскими милями, получается? Ну, больше меряем все-таки суда-сутками, как раз, да, особыми сутками. Упросит ли попадание вот на заповедные территории все-таки, да, появление порта Архангельска, я имею в виду ту часть порта, которая планируется построить на острове земли Александры? Ну, да, на сегодняшний момент у нас юридически уже определенные границы внешнего рейда порта города Архангельска, которые располагаются как раз на острове земля Александра, архипелага земля Франции Иосифа, которые, в принципе, в перспективе и создавались именно для того, чтобы в рамках этого объекта транспортной инфраструктуры создать уже пункт пропуска. Ну, вот как раз сейчас и ведется над этим работа, то есть в рамках этого и планируется первое экспериментальное судно, то есть будут отработаны технологии прохода государственной границы оформления, оформление других процедур, вот, значит, соблюдение контроля за нахождением судна, все это будет отрабатываться непосредственно уже на месте. Мы сейчас говорим про российский и арктический туризм, а интересно ли это направление иностранным туристам? На прошлой неделе в Архангельске был глава Ростуризма Олег Сафонов, он как раз об этом говорил, что интерес, он действительно серьезен, и называл даже цифры, вот давайте об этом поговорим. Значит, и вот про тот туризм, о котором мы говорим, он на 90% это иностранный туризм. То есть пока туризм арктический, туризм иностранный? Преимущественно иностранный, и организуют его преимущественно иностранные международные туроператоры. Почему? Потому что, ну, надо понимать, что это достаточно дорогой вид туризма, вот, и набрать клиентов только лишь из одной страны, любой страны, это практически очень сложно, нерентабельно. То есть это, как правило, международные рейсы? Это преимущественно международные рейсы. Редко очень бывает с большим заполнением рейсов азиатов, ну, с Китайской Народной Республики, вот, значит, но преимущественно это в основном смешанные рейсы. Это и европейцы, это и американцы, это и из Азии, это и россияне, вот, ну и так далее. Потенциал, вот, именно востребованности иностранных туристов, на ваш взгляд, каков? Сколько человек в год вы можете принимать? Значит, мы проводили работу, нам за аналогию брали соседний наш архипелаг, архипелаг Шпицберген, да. Посещение архипелага Шпицберген там исчисляется десятками тысяч туристов, вот, все-таки. У нас на сегодняшний момент посещает землю Франца Иосифа не более тысячи туристов, вот, естественно, потенциал он есть, вот. Вот, резерв с точки зрения природоохранной, вот, он, конечно, тоже существует, потому что это вид туризма, это преимущественно арктические круизные суда. Да, то есть турист прибывает основной период своего времени непосредственно на борту парохода. Он там живет, он там моется, он там ходит, что называется, в туалет, он там кушает, вот, и высаживаясь на территорию, он проводит там всего лишь несколько часов. Соответственно, экологический ущерб от этого, он минимальный. И, так скажем, в том числе, основные осмотры достопримечательности он проводит прямо с борта судна. То есть, в принципе, эту цифру можно наращивать без ущерба для экологии арктического региона? В принципе, да. Вот. И поэтому сейчас вот и нацелен как раз вот этот маршрут, чтобы напрямую сюда могли ходить со Шпицберген на землю Франции Иосифа. Кто сегодня все-таки готов платить серьезные деньги, чтобы попасть в Арктику? Ну, преимущественно, конечно же, это люди среднего и высшего достатка. Вот. И здесь скрывать не приходится, потому что, ну, мы видим все-таки стоимостные показатели вот этих рейсов. Между прочим, стоимости эти бусовлены исключительно вот такой вот сложной логистикой. Вот. И они все... То есть, это не желание заработать какие-то бешеные деньги? Ни в коем разе. Тут никто бешеных денег вообще не зарабатывает, да. Тут максимум туроператоры пытаются как-то покрыть свои расходы, вот. Ну, и, в принципе, работать, вот, чтобы работать в небольшой прибыли. Вот. Значит, поэтому здесь и из, так скажем, международных-то, очень много на сегодняшний момент, я вот еще раз повторюсь, действительно, с Азии стало, да, туристов. Много европейцев. Но все это люди среднего и высшего достатка. А что влечет людей в такие экстремальные условия? Ну, я всегда привожу сравнения. Меня всегда спрашивают, а что там вообще интересно? Что там смотреть? Да, что там смотреть? Ну, или снег, снег, лёд, лёд, ну, какой-то белый медведь, вот, вроде как. Вот. С другой стороны, вот, по ощущениям, это я бы сравнил только, конечно, наверное, с полетом на Уну. Вот. Это вот мы, вроде бы, Уну всегда видим, много про неё знаем. А до неё дойти или добраться очень сложно, попасть туда сложно. Но когда там оказываешься, на самом деле, ты как-то по-новому ощущаешь, мир ощущения у тебя появляется. И поэтому, конечно же, оно, передать вот словами эти чувства, оно достаточно очень сложно. Там есть, там и действительно есть что посмотреть. Там это уникальные пейзажи, уникальные ледники. Даже, ну, просто посмотреть белого медведя вот так вот, не как в зоопарке, а в живую, в естественной природе, с естественным своим поведением. Да, естественное его поведение, он человека всегда рассматривает, как объект питания. Он тебя всегда пытается скушать. Это очень уникально и очень интересно. То есть туризм действительно экстремальный? Безусловно. Каждый рейс сопровождают инспекторы национального парка. Что входит в их обязанности? Помогает ли они уберечься от тех самых белых медведей? Да, конечно же. У нас основное правило, каждое туристическое судно сопровождает группа наших инспекторов. В их обязанности входит целый комплекс, так скажем, задач. Ну, первое, это, конечно же, контроль за ходом круиза с точки зрения соблюдения природоохранного законодательства, с точки зрения соблюдения маршрута, мест высадок и способов высадок. Далее, да, мы организуем безопасную высадку относительно конфликтных, возможно, потенциальных конфликтных встреч с белым медведем. Вот, также наши инспекторы, они проводят курс лекций непосредственно на борту парохода. Вот, также они тематические семинары проводят. Ну, и иные мероприятия, которые вот связаны с нахождением туристов на борту судна. Вот, по вашим личным ощущениям, растет интерес к этому региону, несомненно, значит, растет поток туристов. Как, что можно говорить? Да, он не просто, он был, интерес он был, вот, и интерес он остается, и на сегодняшний момент потенциал он есть. Вот, ну, самая главная задача на сегодня это реализовывать наши возможности, да, вот, открывать новые маршруты, открывать вот новые пути попадания на территорию, вот, и стараться все-таки как-то более делать доступно эту территорию. Вот, говоря о доступности, хочу спросить, вот, я, допустим, решил побывать в Арктике, как мне попасть, куда мне обратиться, может быть, прощупать почву, что называется? Ну, на самом деле, если вы хотите попасть, ну, в качестве туриста, то это сделать достаточно просто. Ну, во-первых, а, надо обладать определенной, свободной, да, суммой, как и любой турист. Вот, вы даже в Турцию соберетесь, и то вам нужно обладать какой-то суммой денег, вот, значит. А далее, ну, самое простое, даже зайти к нам на сайт, у нас есть обновляемая табличка с предложениями конкретных туроператоров по конкретным датам, вот, и с конкретными ссылками для оформления уже непосредственно туристической путевки. Ну, давайте назовем сайт национального парка «Русская Арктика». Да. Он так и называется. «Рус-арк.ру». Ну, для кого Арктика — это место для отдыха, а для ваших сотрудников это непосредственный полигон для работы, что называется? Вот, каким будет полевой сезон? Ну, у нас каждый полевой сезон особенный, вот, и каждый полевой сезон, естественно, он тяжелый. В этом году особенный полевой сезон в том, что у нас он в целом не заканчивался, он был круглогодичный, как оказалось. Мы, например, на острове Земля Александра мы полевой сезон не закрывали. У нас и в зимний период, в полярную ночь у нас находилась группа инспекторов, вот, и они там дежурили, работали. Вот, и сейчас вот уже, собственно говоря, уже работает на вот первом вышедшем круизном рейсе группа инспекторов непосредственно. Поэтому, ну, посмотрим, сейчас сложно загадывать вперед сезон, а каждый сезон приносит свои сюрпризы, как положительные, так и сложные сюрпризы, вот, какие-то ставят задачи. Поэтому сейчас сложно загадывать, это лучше надо будет анализировать по окончанию сезона. Вот я слышал, что даже почтовое отделение будет открыто. А на самом деле оно не будет, оно открыто было в прошлом году, вышел приказ Минкомсвязи, вот, и в бухте Тихой на острове Гукера, архипелага Земля Францисиосева, было открыто наше самое северное почтовое отделение, да, которое действительно уже в прошлом году начало принимать иностранных туристов, в том числе иностранных туристов, вот, которые с большим удовольствием пользовались его услугами. Продолжится ли восстановление полярной станции на острове Гукера, о котором вы уже упомянули? Да, оно у нас запланировано, значит, у нас уже закуплены необходимые материалы, вот, сейчас организуется завоз людей, которые будут организовывать строительные работы, ну, и посредственно сами строительные материалы. Я знаю, что у вас есть планы по созданию музея под открытым небом. Мы работаем над созданием музея под открытым небом. Основная концепция состоит в том, что у нас наши объекты прошлой экономической деятельности, которые мы, грубо говоря, утилизируем, вот, и ликвидируем, мы из них выделяли потенциальные и имеющие из себя историко-культурное значение, вот, и из этих объектов уже создавали музей под открытым небом. Как показательно сейчас, это полярная станция Бухта Тихая, вот, и, собственно говоря, очистив эту станцию полностью, мы начали, приступили к восстановлению тех строений и домов, которые были вот изначально, вот, самые первые. Это уникальный объект, архитектурный уникальный объект, вот, и представляет из себя он уже мирового значения, вот, это все-таки первая полярная станция, не только в Советском Союзе, но и в мире, вот, это место старта к Северному Союзу. Северному полюсу Георгия Седова, вот, и поэтому это, в целом, там много собралось уникальных, там и первые самолеты, которые в Арктике работали, и первые полярники, естественно, там однозначно вершилась история, вот, и поэтому наша прямая задача сделать как можно доступней эту историю посетителям, вот, но, в принципе, исходя из отзывов, те, кто посещает эту территорию, ну, видимо, у нас немножко потихонечку получается. Вы, как человек, побывавший в Арктике, можете назвать эти три главных причины, почему стоит отправиться в Северные широты? Ну, во-первых, может быть, такая банальная, что сказать, что человек должен познать себя, вот, а побывав вот именно в тех экстремальных условиях, реально экстремальных условиях, значит, ну, зачастую себя познаешь с разных точек зрения, да, и с точки зрения выносливости, и с точки зрения психологической подготовки, и с точки зрения здоровья, вот, и поэтому оно вот такая-то очень... То есть проверка на прочность, она обеспечена? Проверка на прочность, да, она обеспечена, вот, во-вторых, собственно говоря, увидеть то, что, в принципе, даже здесь вот у нас в Архангельске, вроде бы, вот, в Северном регионе, это, в принципе, невозможно, это уникальные ледники, уникальные айсберги, они своими масштабами просто поражают. Передать словами это очень сложно, когда подходите на проходе этот айсберг, он, вот, атомный ледокол, он, это все равно, что девятиэтажный большой дом, вот, и вы, когда подходите, и атомный ледокол кажется таким вот маленьким рядом с этим айсбергом, конечно, масштабы они поражают, вот, ну, и птичьи базары, животные мира, они, конечно же, также уникальны, вот, подходя к птичьему базару, вы просто-напросто и даже не понимаете, что это, откуда звук этого водопада, это реально звук вот такого мощного водопада, на самом деле, это так шумят, вот, так вот, общаются птицы. Потрясающие рассказы, после этого хочется взять и накопить денег на поездку. Спасибо. Спасибо большое, директор Национального парка «Русская Арктика» Роман Ершов был в студии программы «В центре внимания». На этом выпуск подошел к концу, всего доброго и до встречи в эфире.